ЗОРИНУ И ШКИРЯКУ Дорогие украдиверсанты, пожалуйста, не отправляйте на совещание к Гиви и Мотороле Эдичку Басурина, иначе операция «Пустыня в буре» накроется медным тазом. В копию для подстраховки добавили Сороса, Трампа и Нуланд, ну и нажали кнопку «Отправить». Вы спросите, зачем мы это сделали? Да очень просто. Эдуард с позывным Юппи. День рождения не был, на праздник похож. Был скучным, бесцветным, безрадостным. Пока не появился Эдик! Это залог хорошего настроения всей нашей базы НАТО в Эстонии. Это праздник и веселье! Эдик! Всем поднимет настроение! Эдик – это радость для всех! Эдик – это бодрость и смех! Эдик – это звуки для всех! Самый милый и самый лучший! Эдик! И надо сказать, что операция «Спаси рядового Юпи» увенчалась успехом. Когда слухи о письме дошли до Донецка, благодарный Эдуард забомбил одно из лучших басуринок за все время. Нами получили информацию о том, что на телевышках населенного года Красноярмейск планируется установка оборудования со излучением СВЧ-болу. Кто не понял сразу, мы покажем уже в печатной форме. Оказывается, кровавая хунта собирается применить по мирным жителям Донбасса, внимание, СВЧ-оружие! Украинские оккупанты собираются применить против жителей Донбасса СВЧ-оружие. Друзья, это называется «нож в спину». Вот откуда, скажите, откуда разведка ДНР узнает самые страшные тайны Киева, а? Планируется установка оборудования со излучением СВЧ-болу. И раз уж пошла такая пьянка, то мы не будем скрывать. Да, действительно, не так давно Украина получила от Соединенных Штатов новейшее сверхсекретное оружие. И покопавшись в документах СБУ, нам даже удалось отыскать его фото. Вот он, тот самый генератор СВЧ-волн. Самое мощное и самое секретное оружие киевской хунты. По слухам, стрелять каратели смогут сразу в нескольких режимах, из которых самое опасное – это гриль и комби. Важно отметить, что мощность работы данного оборудования будет усилена в несколько раз. Эксперты уже советуют мирным жителям Донецка запасаться фольгой. В нее нужно заворачиваться сразу же после начала СВЧ-обстрела. Благо, отстрелявшись, секретное оружие киевской хунты издает характерные звуки. После чего на какое-то время можно расслабиться, включить телевизор и послушать новые надежные сводки. Говорят, каратели планируют установить в Курахово другое мощнейшее оружие. Чтобы атаковать ополченцев не только СВЧ-волнами, но и неконтролируемой воздушной струей. В общем, ось Сталина на этих хохлов нет. Помимо позывного ЮПИ, кремлевская пропаганда о войне не радует разнообразия. С одной стороны, ты слюнями камеру забрызгиваешь, рассказывая, как соблюдаешь Минск. Ополчение соблюдает минские договоренности. Мы там минские соглашения соблюдаем, повторяемся. А с другой признаешься в отжиме беспилотника у международных наблюдателей. Когда на твоей головой летает неопознанный беспилотник, то реакция всегда одна. Прицелиться и сбить его к такой-то матери. Хорошо, что рядом были специалисты с аппаратурой, и ООНовская игрушка была посажена. И теперь просто минутка логики. Вот сами ответьте на простой вопрос. Зачем отжимать беспилотнику БСЕ тем, кому якобы нечего скрывать? Ответ, собственно, очевиден. И все черным по белому написано в отчетах международных наблюдателей. Член ДНР вернул мониторинговой миссии беспилотный летательный аппарат, который вооруженные лица забрали в Ясиноватой 24 февраля. Он вернул беспилотный летательный аппарат, но не вернул собранные аппаратом данные наблюдения, которые вооруженные лица также забрали. Ну и, конечно, какая же прокачка мозгов беспривычных для Кремля фейков? Братцы, радость какая! Капрал, сластика, отомщен! Сомали героически отжало у укропов целый танк! Боевая машина была взята ополчением в результате столкновений. Теперь трофейную бронемашину отправят в ряды танковой техники батальона Сомали. Да что там, даже фотофакты есть. Видать, когда отжали, часть братвы ехала, а другая бежала за танком и фотографировала. Но давайте-ка поищем, а не было ли часом где-то раньше вот ровно этих же фотографий? И вот же чудеса! Оказывается, были! Гляньте, какое интересное видео! Если сделать стоп-кадры, то получим как раз те самые сенсационные фотографии! А теперь смотрим дату заливки видео! Да вы что! Да быть такого не может! Неужели, Баянчик? Это что ж получается, напрасно бойеркой рекой течет? Донецкие ополченцы отбили УВСУ танк «ГУЛАТ». Впрочем, во всем этом нет ничего нового. Ведь бред, перемешку с откровенной ложью, это и есть настоящая дурно пахнущая начинка русского мира. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...